Судим у кого какие идеи как будем выполнять данное задание то есть какие будут классы сколько их будут как мы их назовем какие методы, где какие эксепшены, кто ловит то есть структуру как вы видите структуру данного приложения будет класс студент да об parent, не parent подробнее, не понял то есть класс студент сделаем абстрактным а какие тогда будут потомки Абстрактный от него у кого наследуем? Правильно так будет? Получается от группы наследуем студента. Что общее у группы и у студента? У группы есть номер школы. То есть это просто с точки зрения синтаксиса мы можем сделать что угодно, с точки зрения логики, ну как-то странно, что живое наследуется от неживого. То есть вот тут не путайте, то есть вот тут надо четко продумывать структуру, потому что просто потом себя можно загнать в угол. Давайте еще раз, что у нас будет. Ну давайте по порядку. Класс студент. Ну просто как в задании, то просто по заданию прыгаем, можем какой-то пункт перепрыгнуть и про него забыть. Создать класс студент. Окей. Будет класс студент. Переопределить в нем методы toString, equals, хэшкод. Окей. Это понятно. Что еще будет у студента? Поля какие? Окей. Ну хотя бы возраст, имя, можно группа. Лучше группу по той группе, в какой он находится определять. Просто может получиться, что он в одной группе, а в поле значения другое. Ну, хотя, ну тут это уже вопросы бизнес-логики. Почему? Потому что если нам в руки попадет студент, мы не поймем, в какой он группе. Понятно, что имеется в виду? То есть, в какой группе ссылка хранится на этого студента. Ну, извините, мы этого не узнаем. То есть, ну тут просто надо смотреть бизнес-логику. Нужно ли нам по студенту определять его группу. Или нам надо по группе определять список студентов. То есть, хорошо, у нас будет студент, у него будет хотя бы имя, возраст. Переопределены методы toString, equals, хэшкод. Конструкторы, getter и setter, toString, уже есть. Дальше. Разработать свое пользовательское исключение, как подкласс класса Exceptions, назем использовать его при обработке ситуации ошибок ввода. То есть, что у нас с вами будет, какие классы, что за эксцепшены. Что за эксцепшены? Разработать свое пользовательское исключение, как подкласс класса Exceptions. То есть, будет какой-то подкласс эксцепшена. Как его назовем? StudentException, например. Эксцепшены касательно студента. И затем использовать его при ошибочной ситуации ввода. Ввода студента имеется в виду. Следовательно, что мы с вами будем проверять у студента? Ну, не просто, что он имтовый. Где там? Правильно. Мы в Getter и Сеттерах проверяем. А если он не соответствует заданным ограничениям, тогда мы кидаем эксцепшены, о которых сейчас говорим. То есть, получается, в Getter и Сеттере студента, точнее сказать, в Сеттере StudentAge, или в Сеттере Age, мы должны проверить значение возраста. И если оно не соответствует заданным ограничениям, то мы с вами выбрасываем эксцепшен. Правильно? А какого типа эксцепшен будет? Ну, а как мы его с вами назовём, этот класс? Придумайте название. Зачем вам вспоминать? Можно InvalidAgeException. Ну, только непонятно чуть-чуть будет age чего. StudentAgeException. Потомок какого класса этот класс будет? Можно сделать, смотрите, StudentException, а от него потомок StudentAgeException. То есть, у нас Exception, от него наследуется StudentException, а от StudentException наследуется StudentAgeException. Понятно? Хорошо. А что ещё будем проверять, кроме возраста? То есть, будем валидировать имя. Хорошо. Если имя не соответствует требованиям, которые мы придумали, что будет? StudentNameException, который наследуется откуда? От StudentException. Ну и так далее. То есть, будет у вас три поля, значит три класса эксцепшенов. Хорошо. В сеттерах мы выкидываем Exception. Продемонстрировать работу с классом и обработку исключений. Создать класс групп, формирующий группу студентов. Набор объектов Student. Путём вводя их параметров с консоли, студенты сохраняются в массив, размерность которого указывается при создании объекта групп. Окей. Давайте с вами думать о классе групп. Что в нём будет? Почему? Написано наш массив. В классе групп будет массив. Массив чего? Кого? Массив студентов. Какого размера он будет? Незаданного. А как мы будем задавать этот размер? Хорошо. А когда этот ввод с консоли будет запрашиваться? А начало это когда? То есть из конструктора группы будет вызываться метод, который ответственный за ввод числа с консоли. А зачем нам отдельно делать метод, который занимается именно чтением чисел? Как вы думаете? Чего бы сразу не написать там? BufferedReader в конструкторе. Потом там сделать какой-нибудь readLine, parseInt. И вот мы число. Зачем ещё методы городить? Вспоминайте мы же это делали. Ну не про конструктор, но в принципе. Метод от такой мы делали с вами. На практике. Только зачем? Оно это кто? Не, ну зачем нам количество группы это понятно. Нам надо массив какого-то размера в конструкторе создать. А зачем нам для чтения чисел отдельный метод создавать? Смотрите. Это нужно, во-первых, для того, чтобы провалидировать, что нам пришло с консоли. То есть нам может прийти текст, который мы с вами в число преобразовать не сможем. Если мы этот текст дадим parseInto, у нас будет или parseW, у нас будет exception. Следовательно, нам нужно, прежде чем отдавать это на методу парсера, нам нужно проверить, что это именно числа. Если это не числа, попросить повторного ввода. То есть такой кусок логики довольно, ну, небольшой, но кусочек логики есть. А числа мы с вами читаем в разных местах. То есть числа нам где еще надо будет читать? Когда возраст студента, например, будем вводить. Когда размер группы. Зачем несколько раз писать одно и то же. Окей. Ну, смотрите, можете сделать, да, класс, который отвечает за ввод с консоли. Ну, какой-нибудь ио-хелпер. Ио-хелпер, который вот будет решать какие-то ваши задачи чтения строк, чтения чисел. Причем этот хелпер может еще, он может, обычно, когда вы что-то читаете с консоли, правильно, вы что-то еще печатаете в консоль. То есть этот хелпер может получать какой-нибудь string message, который выведет в консоль, а потом будет просить ввода данных. Ну, так как вариант. Что еще у нас будет в группе? Ну, сказали, там будет конструктор, там будет массив студентов, там будет в этом конструкторе создание массива, размер которого спрашивается в консоли. Будет у нас еще класс какой, ио-хелпер, в котором мы повыносим вот эти методы для работы с вводом-выводом. Что еще будет? Написано, что студентов надо с консоли задавать. Как это будет происходить? Create Student. Ну, смотрите, давайте, то есть, можно сделать метод FillGroup. Метод, который заполнит группу студентами. Этот метод будет бежать по вашему массиву, перебирать все его элементы, да? и заполнять эту группу студентами. Причем давайте расширим наше задание и скажем, что в группе должны быть уникальные студенты. Дубликатов быть не может. Следовательно, этот метод FillGroup будет перебирать все элементы массива и для каждого элемента создавать студента, проверять на уникальность, нет ли такого, и ложить его в группу, если такого не было. Что-то как-то много мы функционала, да, на один метод. Давайте сделаем еще отдельный метод CreateStudent. То есть у нас будет FillGroup, который вызывает CreateStudent. Метод CreateStudent просит ввода студента с консоли. Эти данные потом используют... Это может быть метод группы, может быть метод студента. То есть не принципиально. Это может быть статический метод студента, например. То есть метод фабрика класса студент. CreateStudent в студенте. CreateStudent в студенте. И он, используя те методы из IOHelper, получает данные с консоли, пытается создать студента. Если при этом где-то получается exception, он их обрабатывает и просит повторного ввода. Помните, мы с вами два варианта рассматривали. То есть валидировать сразу или валидировать уже, когда получили все данные. Можете так, можете так. Вы помните, мы с вами создали пустого студента, а потом сетили его. Если сеттер кидал exception, мы сразу узнали, что данные неверны. Либо же мы вычитывали все имя, фамилию, возраст. Потом пытались создать объект. Если данные были неверны, только уже при попытке создания объекта хватали exception. Получается, мы с вами создали студента, положили в группу, заполнили группу. И под конец написано, по окончанию заполнения группы распечатать состав группы. То есть у группы будет метод toString. Этот метод toString вызывается из метода fillGroup. Ну не просто, system.out.println this можете написать. И этот toString печатает вам группу. Что еще будет про его класс забыли? Класс APPS метода main, где мы создадим группу. Грубо говоря, в нем будет только одно создание группы. А не, создадим группу и вызовем метод fillGroup. Создали группу, вызвали fillGroup и все. И все, уже понеслось работать автоматом. Также давайте в классе групп сделаем метод addStudent. А addStudent там уже будет. А, мы про метод addStudent не поговорили. Давайте сделаем fillGroup. Дергает метод addStudent. AddStudent дергает метод createStudent. Получается, fillGroup заполняет массив. AddStudent валидирует есть такие студенты или нет. И добавляет только если таких студентов нет. Ну понятно, да? CreateStudent создает студента. То есть разносим функционал между методами. CreateStudent добавляет студента. AddStudent. То есть createStudent создает студента. AddStudent добавляет студента. FillGroup заполняет массив. FillGroup, addStudent, createStudent. И давайте сделаем еще deleteStudent и findStudent. О, группу заполнили. А как студента выгнать? Никак. А как найти? Ищем по имени, удаляем по имени. Удалить как? Налом. Затираем ссылку на него. А? Ну как, ну в массив пишем нал вместо... Ну как удалить? Да, просто налом затираем ссылку на студент. В массиве. Add, find, delete. Обойдемся без update, да? Ну вроде бы все обсудили. Вопросы? Да ну не так тут и много. Они маленькие методы. Ну студента создавать минуту. Три поля. Геттер и сеттер автоматом генерятся. Конструктор автоматом. Ну только вот этот createStudent с консоли. Вот единственное. Надо будет помучаться. Окей, вперед. А я по мере необходимости буду подходить и подсказывать. У кого что не будет получаться. Потому что я болтаю-болтаю, а вы слушаете и ничего не делаете. Так. 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 Так.